Он в свое время ходит яркий пучок, но летом вы можете увидеть его на роликах, зимой на дыжах, когда вы сами понимаете. Также, мало кто знает, что дядя Коля самоочек, он сам начал закрепиться с собой гитарей и скрипки. Он сам все расскажет и покажет, но это знание ему слова. Спасибо вам, что вы себе пришли. Итак, здравствуйте, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. Кстати, между прочим, нельзя отдавать с вами совсем поздороваться. Спасибо. С тобой поздороваюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дорогие друзья, тут хочу сказать такую тему. Вы знаете, кому в этой жизни плохо и кому хорошо. Вот самое главное, здесь отсюда уйдёте. Если у вас клапан включится, вы тоже в это дело врубитесь. У тебя живут сколько в России, в Вегестане. Этот быт, эта жизнь давит на психологию. Постанавливаются какие-то проблемы. Они вообще никогда не кончаются. И человек занимается, что он гоняется за этими мифическими делами, понимаете? Как это обустроится, понимаете? Когда я живу, я отсташиваю. Сейчас вам покажу свою олимпийскую миталь. Это было полгода назад. Полгода назад. Я уже на пенсии. И, значит, тут такая тема, что в 90-е годы народ вообще ушёл в кислях. Ну что, всё, прилетели, поломались. Что-то не знаете, кто-чем занимается, кто пошёл ты, кто-то. Надо как-то выживать, понимаете? Там вообще ломались судьбы. И в этот момент мне помогла такая тема, что я когда в школе учился, ну все пацаны знают, пацаны, затираемся, понимаете, да? Я постоянно по шее от них получал. Понимаете? И потом пришёл, значит, а ребята говорят, давай я приходим. Ну то, что и сейчас, да? Здесь всегда приходят на больную борьбу, на бокс. Не надо ничего платить. Приходи, занимайся. Как стал заниматься спортом? Всё! От меня все отстали. Наоборот, даже меня боялись, понимаете? И когда, значит, было так вроде чей-то друг, приходил, значит, ну такой был, значит, как его, конфликт такой в классе у меня был. Я их раньше боялся. Как начал заниматься спортом? Ну что-то мне такое, как пошло, так дауну пекали. И все поняли. А ещё когда приходили мне ребята с 10-го класса, 10-го класса, «Калёк, пошли сами за меня взять». Всё! Забоитесь, спорт, это у меня с детства. Я его не бросал. Потом вошёл в армию. Фотография здесь, такие венту. Вошёл в армию. В армию, значит, у нас в первом этаже был, я попал в духовой оркестр. Музыкант только два года. А внизу у нас спорт рота. И вот там постоянно у них толкался волейбол, бегал, прыгал. И когда были армейские соревнования, значит, подходят, я к ним пацанам прикрошу, там, с моего призыва, с Узбекистана. И вот я ещё с ними занимаюсь, и дирюшёром у меня были полковые, 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 и дирюшёром говорит, дирюшёром говорит, дирюшёром говорит, я, выйди с трое, нахожу. Ты где слушаешь? Говорит, в спортроте или в оркестре? Я говорю, в оркестре. А чё капитан бросил до тебя, чтоб ты пошёл на соревнование? Я говорю, не знаю. Дирюшёром улыбается, ладно, езжай, все тебя отправляет. И вот с тех пор это продолжается. Дело в том, что, что такое здоровье? Запомните раз и навсегда. Здоровье — это две вещи. Здоровье и здоровье. Это когда, если ты, твоя голова управляет твоим телом, командует твоим телом, когда ты можешь пробежаться, подняться, подскочить, это сделать, да? Когда ты в силах это сделать, как в детстве, да? Это считается здоровьем. Запомнили, да? А теперь подумайте каждый, как насчёт у вас с этим делом? Всё подумали, да? А что такое нездоровье? Это когда твоё тело командует? Это нельзя. Это не получится. Ты шарапан, здесь ты упадёшь, это тебе не поднять, согнёшься и поломаешься. Это нездоровье. Подумайте насчёт себя. И вот я, значит, подумал такую штуку. Когда я там не была, значит, я занимался-занимался, и потом что-то нужно бросить, там, семья, дети, всё надо было. И как-то поднимался я на крошу, смотрю, у меня кости грустят, я что-то не могу сделать. Ёлкий план. Говорю, ты что, старость наступила, что ли? Я не понял. И я начал активно заниматься лет 25, и больше не бросаю. И больше не бросаю. Сейчас небольшой яркий эксперимент. Значит, я вам покажу, ну, про... Вы хотите, вы можете взять. Это про скорбь. Про музыку. Музыка, это одна из тех, где человек... Это, может быть, и живопись, можете рисовать, можете лепить, что-то делать, какие-то поделки, понимаете, да? И это, музыка, то же самое. Но музыка... Ну, дело в том, что... Есть такая песня. Нам песня строит, и жить помогает. Кому-то она строит, помогает. Лично на ней жить помогает. Я, значит, когда играл на баянии, в армию попал на еще оркестр. И, значит, как нужно что делать? Попросили там поиграть, здесь поиграть, тут поиграть. Первые свои деньги – 30 рублей. Я заработал в 1971 году, когда соседа позвала поиграть на баянии. Мама говорит, ну, иди поиграю. Пошел, поиграл. А в 1971 году 30 рублей – это куча денег. А мне пацану было 10 лет. Я подумал, вот, хорошо, он потом совсем подтянулся. Понимаете? Это мне помогает делать. Значит, я обращаюсь к нам, чтобы не просто что-то он пришел по балкам, да? Запомните раз и навсегда. Мой девиз, мой жизненный девиз, он должен быть девиз каждого человека на белом свете, невзирая на возраст, невзирая на национальную принадлежность, невзирая, что мужчина, женщина, ребенок стареет. Запомните раз, это мой девиз. Сто лет назад меня здесь не было. Через сто лет меня здесь не будет. И вот нужно этот отрезер прожить так, чтобы он там был тебе принят.